О том, что денег нет, но вы держитесь, люди на захваченных боевиками территориях не то, что поняли давно. Но, к сожалению, успели очень хорошо прочувствовать на себе. Да не надо нас вынимать! Где наша зарплата? Многие предприятия в Ордло задолжали зарплату своим сотрудникам ещё с лета текущего года. Например, горловский завод «Стерол» на данный момент выплатил сотрудникам лишь треть зарплаты за первый месяц лета. Передовые угольные предприятия, семь основных шахт, выплатили зарплаты за часть августа. На остальных же угольных предприятиях шахтёры не видели зарплаты с июня. Где наша зарплата? Где наша зарплата? Куда вы уходите? Куда вы уходите? Куда вы уходите? Куда вы уходите? Внутри республики должно быть бережное отношение к человеку. Это наказ чиновникам всех уровней. А люди для нас являются самым главным. Но невзирая на такие пафосные речи, на железной дороге тоже прошли сокращение и перешли на четырёхдневку. А ведь впереди зима, которую точно не переживут многие предприятия. Это возможность показать, на что способен Донбасс, какие перспективы развития. Без средств к существованию остаются множество семей сотрудников градообразующих предприятий. Под вопросом существования целых городов. Людям нечем кормить детей. Я сегодня пришла после ночи. У нас, вы не упростите, половина народа рассчиталась, уехала на заработки. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию брать на себя никто не собирается. Переводя пальцем друг на друга, Кремль и местные донецкие бандиты, как всегда, винят во всём Украину. И исправлять ничего не собираются. Одни только разговоры о выдуманных успехах. Уже известно, республика будет поставлять в зарубежные страны подсолнечное масло, кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, птицы и многое другое. Воу-воу, подождите. Да, соловьём заливать это вам не отстраивать и не создавать. По словам ДНРовских рупоров, с экономикой в Ордло не то, что всё хорошо, а она прям растёт не по дням, а по часам. По итогам форума можно сказать, инвесторы заинтересованы в продуктах ДНР. Ох уж этот инвестиционный форум. В квазиреспублике на нём прям помешались. Надо же как-то показать свою значимость и нужность. А главное пропиарить хоть как-то всё то, на что ещё не успела положить глаз РФ. Из республики в ближайшее время поедут произведённые комбикорма, поедут инкубационное яйцо. А дальше держитесь, не упадите с осмеху. Достигнутые договорённости в экономической и торговой сфере просто поражают и возвращают во времена Колумба. Это и сухофрукты, это и кофе, и чаи. То, что у нас географически не производится и никогда не будет производиться. А верите, а такой товарообмен в каких-то моментах сделает его взаимовыгодным? О, бартер, товарообмен. Так живут во всех экономически развитых державах. Вот вам бусинки, а вы на муголь. Долго ли они так протянут вопрос риторический, хотя бандиты всегда найдут с чего поживиться. А вот как быть дальше простым людям на захваченной территории? Ситуация экономическая в так называемых народных республиках только ухудшается. И поэтому всё сейчас сводится к экономике 90-х годов. То есть товарно-денежные отношения, обмен практически натуральный. Мы вам колёса, вы нам масло подсолнечное и тому подобное. Хотя тут ещё вопрос, с кем ДНР заключила все эти псевдоторговые международные договора. Ведь, как и ожидалось, все эти перечисленные заморские гости оказались ненастоящими. В секцию Агропрома ДНР посетили бизнесмены из Греции, Турции, Литвы, Египта, Франции. То, что они увидели, вызвало большое удивление. Оказалось, что, например, президент Ассоциации Йеменских выпускников в СССР и странах СНГ владеет всего двумя стоматклиниками и одной аптекой в РФ. А его организация, президентом которой он себя назначил, создана в 2017 году с офисом квартиры в подмосковных Люберцах. У меня есть ряд инвесторов из арабского мира. Хотят посмотреть в городе, что можно развивать. А так называемый главный эксперт по экспорту сельхозпродукции в республике Йемен оказался предпринимателем из города Новомосковск, Тульской области. Он владеет фирмой ЛФК «Импорт», которая занимается оптовой торговлей свежим картофелем. Мы работаем вообще-то с арабским миром. Работаем с Египтом, работаем с Марокко, с Йеменом. И как раз в области аграрии. Так что, как говорится, какая республика, такая и международная экономика. Все абсолютный фейк и выдумка, не говоря уже о всех торговых договорах, которые они якобы подписывали на этом псевдоинвестиционном форуме. Предприниматели, а также государственные людей из ближнего и дальнего зарубежья, которые присутствуют сегодня здесь, видят Донецкой Народной Республике ответственного и договороспособного партнера. И пока на просторах ДНР и отходят от такого успешно проведенного мероприятия, в Донецке оккупанты подвели первые итоги переписи населения. Дом 10. Это свой дом, квартира будет. Согласно первым итогам переписи, которые подвели в Донецке, было выявлено 40% пустующих квартир. Но многие считают, что и эти данные занижены, и на самом деле оставленных квартир значительно больше. На самом деле процент этих квартир намного выше, потому что просто некоторые люди боятся сообщать о том, что квартиры пустуют, чтобы избежать ограбления или воровства. Поэтому декорируют квартиры как заселенные. По одной из версий, временно пустующие квартиры переселенцев и беженцев уже грозятся принять на баланс недореспублики, а точнее отжать. Правда, пока как это будет организовано, непонятно, но задача разработать план поставлена. У нового жилищного фонда немного, он давно уже перераспределен, давно уже отжат, и там давно живут уже либо российские военные, там либо живут представители банформирований, либо местной оккупационной администрации. И вот эти их россказни, что люди с радостью приходили в пункты переписи или с радостью открывали двери, ерунда полнейшая. К некоторым приходится приходить по два, то и по три раза, чтобы застать дома. Люди не хотели открывать двери и признавать Ордло своим государством. А на стационарные пункты переписи приходили лишь из-за слухов о том, что если квартира никак не отметилась, то ее попросту могут забрать. Вот и вся история. Те люди, которые сами приходят, соответственно, отвечают на все вопросы. Некоторые люди стесняются отвечать на некоторые вопросы. Ну, мы все записываем со слов попрашиваемое. Вот они, реалии жизни в оккупации. Люди боятся за свое жилье, не получают зарплаты и радуются гуманитарке. Начали выдавать гуманитарную помощь. В первую очередь продуктовые наборы получили семьи с детьми до трех лет. Когда у родителей не хватает на еду для своих детей, на помощь приходит герой Пушилин. И дает, нет, не рабочие места или зарплату. Нет, он просто бросает подачку, чтобы люди не устраивали голодных бунтов. Фруктовые пюре, соки, овощные пюре, в принципе, все мясное. И на сколько хватит такого пайка? И когда будет следующая партия? Ведь на выплаты от Пушилина не проживешь. Пособия не хватает. И на выручку приходят такие вот наборчики. Чтобы понять, чего еще не хватает людям в недореспублике, Дениска отправился в отдаленные уголки. Нет, не прям туда, куда многим хотелось бы его послать, а в село Дмитровка. До границы с Российской Федерацией здесь рукой подать, а из центра столицы ДНР ехать чуть больше ста километров. Но такие расстояния с такой разбитой дорогой преодолевать не так уж и просто. Потому что от дороги идет все. От дороги идет скорая помощь, которая не может приехать к нам очень быстро. Вот для нашего села это жизненно важно. Дорога. Пушилин сразу чувствует золотую жилу. А точнее, на что можно выклинчить денег у кремлевских кураторов и как потом их можно использовать для себя освоить. Здесь никакой ямочный ремонт не поможет уже. Это просто обмануть самим себя. Здесь нужна замена полотна. И тут фантастика. В сюжете сразу же даются цифры и суммы, которые необходимо потратить на ремонт. Для ремонта необходимо порядка 330 миллионов рублей. Только для Дмитровки. В этом году удалось выделить только 200 миллионов на всю республику. Отсутствие дороги, нормальной мобильной связи и предоставление банковских услуг делает это село отрезанным от мира. В принципе, до конца на время мы готовы выставить сюда мобильную точку, которая может приезжать раз в неделю, принимать все, что же будут платежи, которые вам нужны. Взымать по счетам со всех жителей захваченных территорий – это главная задача и то, в чем на самом деле заинтересованы нынешние псевдоруководители в ДНРе. Намного сложнее людям, которые обращаются с вопросами утраченного жилья. Тут Пушилин пожимает плечами и впервые честно отвечает. Я вам честно скажу, сейчас на данный период заморожена программа по строительству новых домов, да, и поэтому нужно ожидать здесь. Ну и на том спасибо. Хотя кому нужна такая честность, когда на восстановление денег нет, а на очередные празднования уропатриотического толка резервы всегда изыщутся. В связи с предстоящим празднованием Дня Народного Единства жители республики будут отдыхать сразу три дня. Кроме ДНР, День Народного Единства отмечают в России, ЛНР, Приднестровье и Южной Осетии. Гуляют всем миром изгоев, так получается. А вот как в сюжете местного регионального Новоросского канала жителям Донбасса объясняют, почему это и их праздник. 4 ноября 1612 года по новому стилю, народному ополчению, состоящему из людей разных народов и сословий, во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским удалось освободить Китай-город, а затем и сам Кремль от войск Речи Базболитой. А, так вот как родилась эта идея сделать 14 ноября Днем Народного Единства. И вот как оно выглядит в чистом виде, это народное единство. Отобрали земли, поставили править бандитов, сделали народ нищими. Отличный праздник, и правда есть что отметить. Различные танцевальные коллективы выступили с национальными танцами многих народов, проживающих на территории Донбасса. Массовые гуляния по наставлению кремлевских кураторов – это лучшее средство для отвлечения населения от реальных проблем в регионе. Выходной от работы, которой нет. Ярмарка, на которой будет не за что купить своим детям вкусняшку или маленький подарочек. Ведь ярмарка не гуманитарная. И полнейший раздрай в умах населения, которое совершенно не понимает, чего ждать дальше. Многие уже сбежали из Донбасса в поисках лучшей жизни. Другие остались охранять свои квартиры. Но может быть жилье в депрессивном захваченном регионе не стоит того, чтобы изо дня в день уничтожать свою жизнь, работая задарма и тем самым обогащая террористов.